Привет, друзья! Наконец-то я снова добрался до своей любимой белой доски, а у нас по расписанию четвертая тема моего курса грамотного мышления, и речь здесь пойдет о логическом выводе. Вообще-то у меня на канале уже бывали видео о построении логического вывода, но здесь в рамках этого курса я еще по-всякому и так и эдак расскажу специально, как это все работает, как нужно строить логический вывод и зачем вообще это нужно уметь. Давайте сначала задумаемся, в чем вообще такая важность этого самого логического вывода. Дело в том, что есть разные способы получения информации, и они являются разными по качеству. Если нам нужна достоверная, надежная информация о том, как устроен реальный мир, при внимательном изучении окажется, что самые лучшие способы, которые нам доступны, несовершенны, и они не могут дать нам совершенно точную, идеальную информацию. Но даже среди тех способов, которые есть, как я уже сказал, одни лучше, другие хуже. Например, есть люди, которые как источник каких-то надежных, достоверных сведений используют мнения. Нужно человеку что-то узнать, он идет, спрашивает мнение людей, люди ему говорят мнение, и он на это ориентируется. Это на практике совсем-таки ненадежный способ получения информации. Представим себе, что где-то в Тихом океане обнаружился некий остров, и нам нужно узнать его точные контуры, точные границы. Вот как-то не попадал он на карты, а теперь обнаружили, и нужно узнать. Вот давайте мы с мнениями, ну как бы обойдем с вопросами людей, поспрашиваем, какое ваше мнение, какие у него точно контуры. Люди порассказывают, порассказывают, порассказывают. Из этого в среднем, я думаю, если их различные какие-то сбивчивые показания, совместить и найти среднее, получится, что он просто какой-то идеально круглый. А на практике, если мы спутник запустим, он там один раз пролетит, второй раз, во время прилива пролетит, во время отлива, то два разных контура будут видны, будут сфотографированы, и вот это будет точное какое-то наблюдение. Хорошо, еще есть такой способ получения информации, который люди пытаются, для себя его называют нормальным, надежным источником получения достоверной информации, это вера. Вера вообще, я имею ввиду, не конкретно обязательно в определенного бога, а вообще вера. Человек говорит, я верю, что где-то что-то как-то устроено. Я, допустим, в конституции написано, что вину нужно доказывать, а человек говорит, я верю, что конкретно вот этот чиновник, именно с вот этой фамилией, я верю, что он воровал, поэтому я считаю, что он заслужил расстрел. То есть, он говорит, я верю, и, ну, это достаточно надежный источник. И, ну, с чем это можно сравнить? Допустим, предположим, я верю, что в соседней комнате сидит Санта-Клаус, и все, вот я верю, я решил в это верить. И теперь я это использую как надежный источник каких-то достоверных данных. Что вот значит, на Новый год он приедет ко мне на санях откуда-то, не знаю, из соседней комнаты переместится в небо, и оттуда на санях запряженных оленями приедет ко мне. Будет ли так? Ну, давайте проверим, давайте подождем, давайте соберем совет, будем стоять, смотреть на небо, на Рождество или когда он там приезжает, я не знаю. Вроде бы ничего такого не произойдет, но некоторые люди всерьез используют этот способ. Так вот, ребята, на фоне всех этих не очень хорошо работающих способов получения информации, есть два все-таки самых надежных. Они все равно плохие, но это лучшее, что в принципе у нас имеется. Я рисовал схематически эти два способа, как линия, какая-то прямая, условная, сопровождаемая пунктиром, сопровождаемая точками. Ну, я немножко их как кружочками просто рисую, чтобы крупнее было, но это имеется в виду, что точки. Под линией я имел в виду рассуждение. Рассуждение, где какие-то понятия, явления, какие-то описываемые процессы, какие-то описываемые предметы связаны между собой причинно-следственными связями. И выводятся такие связи как раз с помощью выводов. То есть у нас какая-то информация была, мы строим вывод и продвигаемся немножечко, потом отсюда еще строим вывод, продвигаемся немножечко, еще строим вывод, какие-то еще сведения притекают к нам. Ну, правда, плохо, что я и просто поступающую извне информацию и вывод рисую одинаковыми стрелочками, но ничего. То есть постепенно разная информация и рассуждение как бы идет, то есть выводы мы делаем, 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 и вот так стрелочка по стрелочке идет вот такое рассуждение. Постепенно мы его развиваем, дальше, дальше, сильнее. И когда мы рассуждаем, периодически нам нужно сверяться с действительностью. Я это рисовал уже, что вот так вот может уходить линия, наше рассуждение куда-то от действительности, от реальности может уходить, и нам нужно убедиться, нам нужно проверить. То есть вот эта точка, это означает проверку на практике. То есть мы, допустим, нарассуждали, что на хоккейном катке на самом деле должен быть не лед, а какая-то там, ну не знаю, вот пластмасса, допустим, синтетический каток, где пластик какой-то хитрый, по которому, ну так, кое-как можно ездить хуже, чем по льду, но можно ездить. Вот мы рассуждениями пришли к этому, а вот мы вышли на каток, присели на корточке и рукой попробовали, и видим, что там лед. То есть нас рассуждение увело от действительности в сторону, а проверка вернула нас вот сюда, на нормальное, ну как сказать, на такое течение рассуждения, которое соответствует реальному положению вещей. И вот таким образом вся наука строится. То есть люди рассуждают, ну собирают сведения какие-то предварительные, рассуждают и по возможности ставят эксперименты и проверяют. Опять рассуждают, рассуждают, ставят эксперименты, проверяют. То есть все время вот так вот сверяются с реальностью. Вот так развивается знание человеческое, и это самый лучший доступный способ. Практика показала, что мнение, вера, они хуже себя показывают. Если вы будете ориентироваться на мнение и на веру, то хуже у вас получится. Так вот проблема, как тоже я когда-то уже описывал, заключается в том, что вот эти вот сверки с реальностью, мы же просто органами чувств воспринимаем какую-то информацию, а органы чувств нас очень сильно подводят. Они собирают очень мало информации о мире. Ну как бы не помню даже я рисовал или нет, но давайте кому-то впервые покажу, а кому-то может быть не первый раз. Сейчас, если взять шкалу, какие бывают длинные волн, разные во Вселенной, которые электромагнитные волны, имею в виду, могут быть же и звуковые волны, а я имею в виду электромагнитные. Свет является разновидностью электромагнитных волн. Это именно волны определенной частоты, определенной длины. И если взять вот такую шкалу, и здесь будут самые какие-то короткие волны, ну знаете, вот давайте вот так изображу, то есть они вот так часто, густо, мелко, да, то есть короткие волны, которые очень быстрые. А здесь это такие вот волны редкие будут. То есть вот от коротких, от маленьких волн к длинным волнам. Видимый спектр, который мы различаем глазом, он вот такой вот мизерный. Просто малюсенький, микроскопический, он тут даже, его так не получится изобразить, насколько он гораздо тоньше, чем одна рисочка будет. То есть волн куча, а мы глазами видим очень мало. А уж остальными органами чувств мы совсем мало информации воспринимаем. Ну и вообще, есть камень, он может быть очень сложного устройства внутри, а мы его только снаружи можем пощупать, и это очень мало информации о предмете. Поэтому, когда мы сверяемся с реальностью, во время вот этого эксперимента, во время того, как мы органами чувств проверяем верность какого-то рассуждения, мы получаем очень некачественную информацию, очень такую слабенькую, ненадежную. И поэтому даже само рассуждение, которое само оно абстрактно, оно по совершенным принципам каким-то устроено, оно все равно опирается на вот эту ненадежную информацию, поэтому само рассуждение по логическим принципам внутри себя может быть супер совершенное, но поскольку исходная информация ненадежная, то и результат может получиться какой-то непредсказуемый. Например, самый древний классический пример логического вывода звучит так. Все люди смертны, я когда-то это тоже в видео рисовал. Все люди смертны, Сократ, человек. Я рисовал так, множество людей, вот это люди, букву L напишу. И все это множество людей входит в другое множество, смертные существа. Давайте вот так напишу, смертные существа. Ну вот, вот так. То есть все люди смертные существа, да, все люди смертные. Потом Сократ, человек. И, пожалуйста, вот точкой обозначаем один объект Сократа. И получается, ну раз он находится внутри вот этого круга смертных существ, значит он тоже смертный. Вроде бы как это очевидно, но откуда мы взяли, что все существа смертны? Ну мы просто наблюдаем, что в основном какой бы человек ни был, вот смотришь за ними, ну один умер, потом другой, третий. Вроде бы как люди умирают. Вроде бы все умирают, но это вроде бы, это же не проверено. Может быть ты не уследил за кем-то, может быть кто-то бессмертный. Ну вот так, попробуйте со старту ответить за всех жителей планеты. Может быть кто-то бессмертный. Поэтому мы как бы просто принимаем, что вроде бы как все смертны. И внутри этого логического построения ответ получается совершенно идеальный. Что если все люди смертны, Сократ человек, это вот так получается тоже, Сократ, вот этот человек, то он да, тоже по-любому смертен. Но изначально про вот это вот множество, это мы упростили. Это мы не отследили каждого человека, мы не открыли какой-то фундаментальный закон природы, что по-любому только так может быть. Нет. Это просто какие-то наблюдения обобщенные, и мы решили, что всегда так есть. Поэтому вроде бы строгий логический вывод может привести потом... Мы встретим человека бессмертного. И ну если вот мы встретили бессмертного, значит наше заключение, что Сократ железно по-любому был смертным, это же неправильно, не сходится. Вот такие проблемы, ребята, с логикой. Но напоминаю, все еще логический вывод и вот эти вот проверки, скажем так, изучение мира при помощи органов чувств, Вот эти два способа, они являются самыми надежными, самыми качественными из всего, что нам есть. То есть из мира мы информацию получаем с помощью органов чувств крайне искаженно, все это очень ущербно. И на вот таких вот ненадежных данных опираясь, мы пытаемся строить логические выводы. Все это тоже ненадежно, но это лучшее, что есть. И при помощи этого уже летают космические аппараты. Ну а если кто-то отрицает и говорит, что Земля плоская и ничего не летает, то все-таки у него есть смартфон. И при помощи вот этих несовершенных методов уже смогли хотя бы сделать смартфон. Это уже неплохо. Так вот, ребята. Обычно люди, которые просто себе живут и ходят по улице, решают какие-то простейшие жизненные задачи, не имеют представления о том, как точно строится логический вывод. Поэтому они, все эти люди, слишком часто, абсолютно бездумно и безответственно произносят слово «значит». «Значит» это слово как бы подразумевает, что из каких-то предыдущих данных, которые я привел, вытекает строгий, проистекает строгий логический вывод. И люди говорят так. Например, собираются тучи, на небе я вижу темные тучи, «значит» будет дождь. Мол, вот же есть какие-то вводные данные, темные тучи. И будет дождь. Или человек говорит, допустим, мне, значит, я проверил купюру, которую мне дал этот человек, и она оказалась без водяных знаков. Ну, оказалась фальшивая купюра. «Значит» этот человек фальшивомонетчик. Знаете, ребят, что не так в обоих этих высказываниях? Что их объединяет? Их объединяет то, что автор не задал себе очень хитрый вопрос. Ну, автор каждого из высказываний, каждого из рассуждений не задал себе очень хитрый вопрос, который задают себе умные люди. Этот вопрос полностью проистекает из критического мышления, критическое оценивание информации. То есть, когда мы изначально не принимаем на веру всю информацию, а как в научном методе. В научном методе положено все подвергать сомнению и себя подвергать сомнению. То есть, я такой крутой, я такой красавец, я разработал такую концепцию, крутую теорию, а вдруг я ошибаюсь, а вдруг, а ну-ка, надо перепроверить, а ну-ка, перепроверить. И нормальный ученый, он всегда сомневается и думает, а вдруг, вот все-таки, давайте еще здесь исследуем, а вдруг еще немножко не так, а вдруг совсем не так. Ну-ка, надо перепроверить. И то есть, если человек нормальный ученый, с нормальным научным мышлением, и вы его спросите, а может быть все не так у вас? Он не будет просто так как-то оскорбляться и ругать вас. Он скажет, может быть, конечно, и не так, но мы проверили вот такими, вот такими, вот такими способами. Все данные показывают, что вроде бы это должно быть так, а точнее, еще точнее, мы не знаем. Пока это предел науки, пока край. Еще точнее мы не видели. Вот ждем, пока технологии позволят более совершенный прибор изобрести, мы уж тогда что-то увидим. А пока вот так. И он, получается, своим ответом, он подчеркивает, что он не против сомневаться в себе. А человек, которому критическое мышление незнакомо, не задает себе очень важный вопрос, который касается критического мышления. Вот этот вопрос. Может ли как-то так быть, что то, что я сказал, неправильно? Может ли как-то так быть? Вот если мы возьмем сейчас про тучи. Человек говорит, ага, у нас вводные данные на небе, в пределах горизонта, в пределах неба, которое я вижу со своей точки земли. Вот собрались темные тучи. Может ли как-то так быть, что темные тучи на небе собрались, но в ближайшие несколько часов вот здесь у меня никакой дождь не пойдет? И я думаю, если вы хоть немножко видели жизнь, то правильный ответ – может. Да, может такое быть. Хорошо. Еще более, скажем так, поднимем ставки. На небе собрались темные тучи в пределах моей видимости. Может ли такое случиться, что целую неделю сейчас не будет никакого дождя там, где я стою? Может ли такое быть? И если вы немножко больше видели жизнь, то вы с уверенностью скажете – может такое быть. Бывает так, что прямо вот увидишь темные тучи на небе, а они улетят в другую сторону или растворятся, или пройдут прямо над твоей головой, а дождя как не было, так и нет, и еще целую неделю не будет. А теперь вернемся к купюре денежной. Давайте спросим себя. Если человек дал мне, рассчитался со мной, допустим, у меня магазин, и он рассчитался со мной на кассе купюрой, у которой нет водяных знаков. Может ли как-то так сложиться, так случиться, что этот человек не фальшивомонетчик? И опять же, если вы хоть сколько-нибудь видели жизнь, вы скажете – да, такое может быть. Потому что так не происходит, что каждый человек, каждую купюру, которую он получает, проверяет на свет водяные знаки. Так не работает. Очень много людей получают от кого-то в руки деньги и не проверяют. Поэтому ему мог кто-то дать эти деньги, он не проверял их, пришел, дал тебе, или вообще он не осведомлен, какие степени защиты есть у купюры. Он мог на свет смотреть эту купюру, видеть, что там никаких водяных знаков нет, но он мог не знать, как это работает. Он мог думать, что это все нормально. И пришел, дает мне эту купюру. Он сам ничего не знает, не в курсе ничего. И сам он добропорядочный гражданин. И если бы он знал, что она фальшивая, он бы никогда мне не дал эту купюру. А вот этот гражданин гипотетический, который строил рассуждение свое изначально, он уже сразу заклеймил – ты дал мне фальшивую купюру, значит, ты кто? Фальшивомонетчик. Все это напоминает Монти Пайтона, фильм старый, комедийный. Монти Пайтон и священный Грааль. Как там хотели повесить ведьму, и там стражник, и одновременно такой, как стражник, палач, там и судья, все в одном лице спрашивал, а почему вы решили, что она ведьма? И вот так вот разбирали. Ну, она там что-то там, она рыжая, значит, она ведьма. И там еще что-то там, у нас там урожая нет, значит, она ведьма. Я не помню уже там всего, но там аргументы на таком уровне. Я уже неоднократно повторял в своих видео, что когда обычный человек, не подготовленный специально по логике, по научному методу, ну, просто обычный обыватель, да, который живет, работает на работе, справляется как-то там по хозяйству. когда такой человек произносит слово «значит», как правило, в его рассуждении присутствует ложный вывод. То есть, когда человек говорит «значит», ничего у него там на самом деле не значит. И вот этот вопрос нужно задавать себе всегда. Например, если я смотрю на каких-нибудь картах в приложении с какими-нибудь картами, смотрю, вижу магазин, и там написано, что у него перерыв с часу до двух, то вполне вероятно, что если я приду к этому магазину, приду в половине второго, то он будет закрыт на перерыв. Это вполне вероятно, это скорее всего так и есть. Но если мне для суда нужно доказать, что он совершенно точно был закрыт, в это время. И от этого зависит, отправится человек в тюрьму или не отправится. Это очень серьезный вопрос. Это нельзя жизнью человека так играть, так распоряжаться. Мне нужно точно знать ответ на этот вопрос. Был магазин закрыт или нет? Так вот скажите, если в каком-нибудь приложении, каких-нибудь карт написано, что у этого магазина не закрыт на перерыв с часу до двух, то может ли как-то так быть, что я приду в половине второго к этому магазину, а он не закрыт на перерыв? Может ли такое как-нибудь быть? И если вы хоть сколько-нибудь видели жизнь, вы скажете, да, может. То есть, в приложении вообще может быть ошибка, вообще могли с другим перепутать магазином. Или знаете что? Я покупку забирал в, как правильно это называется, в почтомате Яндекса. И когда мне пришла информация, что эта покупка из интернет-магазина доставлена и лежит в почтомате Яндекса, я полез смотреть, и там написано, что он круглосуточный, но при этом он стоял в отделении Сбербанка в дальнем конце операционного зала Сбербанка. Ну, знаете, операционный зал, где сидят мальчики и девочки за столиками, а вы по электронной очереди подсаживаетесь к ним, и они с вами разговаривают. Там компьютеры стоят, у них там что-то на столах, в ящиках столов лежат бумажки. А теперь представляете, в этом же зале, вдали с краю, стоит почтомат, и он круглосуточный. Это значит, что вы в 3 часа ночи можете зайти туда и бродить по этому операционному залу. Это как-то очень странно. Но я забрал в светлое время суток свою покупку, а потом специально как-то поздно вечером, когда видел, что Сбербанк закрыт, подходил, дергал двери, было все закрыто, то есть доступа к почтомату нет, а потом позднее я увидел, что они скорректировали там эту надпись. То есть он был недавно установлен, и как-то сгоряча написали, что круглосуточно, а потом там переписали, и четко был повторен режим работы Сбербанка. То есть было написано в будни с такого-то времени по такое-то время он работает, этот почтомат, в воскресенье выходной вообще, в субботу там немножко другие часы, когда он доступен. поэтому то, что написано на сайте, это очень даже легко может быть, что это ошибка. Или магазин передумал. Например, директор такой приказ выдал, что у нас больше нет вот такого специального отведенного времени на перерыв. Теперь просто в смене сотрудников по очереди кто-то один удалился, перекусил, потом кто-то другой удалился, перекусил с разрешения старшего, а нет вот такого одного обеда, что все обедают. Могло такое быть? Могло, а приложение это никак сразу не отобразило. Возможно, как-то там узнают через полгода, как-то сверятся, что у них нет перерыва, или те сами потом в приложении укажут каким-то образом. Но это может быть правдой. Так вот, ребята, для того, чтобы углубиться дальше в специфику, для того, чтобы разобраться хорошо, как работает логический вывод, вам, всем, кто интересуется грамотным мышлением, нужно потренироваться. Вот я этот ролик сейчас завершу, и уже в следующем мы продолжим разбираться, как работает логический вывод, а вам нужно потренироваться, взять какую-то информацию в вашей голове, в которой вы твердо уверены. Вот, например, вы твердо уверены, что, допустим, вы покупали какую-то упаковку чая, и вы ее поставили на полочку, закрыли дверцу, и сейчас вы эту пачку чая не видите. Так вот, коль вы ее покупали и ставили, то это значит, что у вас сейчас в наличии есть вот этот чай, и вы можете им угощать гостей, или может как-то так оказаться, может как-то так случиться, что у вас сейчас этого чая нет. Еще раз, дверца закрыта у полочки, вы не видите. Может ли как-то так случиться, что сейчас нет у вас там этого чая, нет его на полке, нет его в наличии нигде дома, вообще никак вы гостей не угостите этим чаем. Может ли такое быть? Подумайте. И это хорошая ума. Вы определенно станете умнее. Определенно станете умнее. И меньше будете попадать в опасные ситуации, и в какие-то трагические, какие-то тягомотные ситуации, когда вы на деньги попали, когда вас сильно огорчили, расстроили, когда вас обманули. Меньше будете попадать в такие ситуации, если на любую входящую информацию, которую вам рассказывают, вы будете себя спрашивать, может ли как-то так оказаться, что это неправда. Ну, например, Илон Маск говорит, я запустил свой личный автомобиль Тесла в космос. Это именно мой личный, точно вот мой личный автомобиль там сейчас летает. И вы можете задать себе вопрос, может ли как-то так быть, что его личного автомобиля нет там в космосе? Может ли как-то так быть, что его личный автомобиль все-таки в гараже стоит? И это никак не относится к моему, то есть я не пытаюсь как-то опорочить или дискредитировать Илона Маска, это вообще ни в коем случае, вообще не имеет отношения к нему лично. Это просто пример. Вы получаете какую-то информацию и вы должны себе задать такой вопрос. И если вы, опять же, хоть сколько-нибудь видели жизнь, то вы себе скажете, да, то есть я лично сам не видел. И раз я лично сам не видел, то может быть личный автомобиль Тесла Илона Маска стоит у него в гараже, а может быть он теперь задарен какому-нибудь другу и перекрашен и поменены номера, и он теперь этот друг на нем катается. Может такое быть? Может такое быть. Ну, действительно, ну может такое оказаться? В принципе, может. Когда вы так делаете, когда вы так относитесь к информации, то вы всегда чувствуете, где более-менее точная информация, а где вас могут обмануть, то есть где какая-то почва для какого-то подвоха, обмана. Например, смотрите, при вас в какой-то ваш чайник, вот у вас есть на кухне чайник, предположим, электрический, и пришел человек, про которого ничего не известно, что он там фокусник какой-то, и чайник это ваш, он не заготовленный, не подготовленный, и вы им только что сегодня три раза попользовались, это был ваш чайник 100%, который обычно. И человек при вас набирает в него воды, ставит его на платформу на эту, подключает, закрывает крышку, нажимает на кнопку, чайник начинает шуметь, он там, допустим, лампочка там еще светится, засветилась лампочка, он начинает шуметь, потом вы слышите бурление, и кнопочка отключилась. И нужно задать себе вопрос, может ли как-то так оказаться, что сейчас в нем нет воды? Ну и в принципе, если очень сильно как-то потеоретизировать, ну очень сильно как-то что-то повыдумывать, то теоретически такое может, конечно, быть, но это практически невероятно. То есть то, что в нем сейчас есть вода, а как правило еще и выведена наружу уровень воды, как правило делается там еще такая прозрачная, хотя бы участок какой-то прозрачный, где виден уровень воды. Конечно, и тут можно как-то обмануть, какие-то хитрости могут быть, но как правило это все-таки очень надежная информация. И за всю жизнь ни разу вас эта ситуация не подведет. Вы видите уровень воды, только что вода там бурлила и выключилась кнопка, да, и всегда там в течение жизни окажется вода. То есть вы можете принять эти сведения как, ну очень надежные, очень надежные. Мало ли, может весь мир это иллюзия, да, может быть, я это компьютерная программа и мне все это кажется, мне кажется, что я человек. Но это же не доказано, а вот эта информация, она редко вас подведет. В чайнике будет вода. Вот в таких обстоятельствах. А вот у Илона Маска, его личный автомобиль Тесла, может так сложиться, что и не улетал вовсе ни на какую орбиту. Возможно, другая машина туда улетала. А возможно, какая-то уменьшенная копия. И там камеры прикреплены. И кажется, что это большая машина, ведь там же в космосе не с чем сравнить толком. Может такое быть? Ну в принципе может. Почему нет? То есть это гораздо легче сделать, чем вот так вот вдруг посреди бела дня просто заставить воду исчезнуть из чайника, из вашего неподготовленного чайника. И вот как я уже сказал, если вы вот так будете мыслить, задавать себе вопрос, может ли так быть, что я сейчас этот маркер раскрою, а в нем стержня нет? Может ли как-то так быть, что я оплатил проезд в транспорте, а потом какой-нибудь контролер, когда группа контроля зайдет, приложит мою какую-то транспортную карту и там выбьет, что у меня нет билета, что я не оплатил? Может ли так быть? Ну про политиков это вообще смешно. Может ли так быть, что политик пообещал в предвыборной гонке, в своей предвыборной кампании, он пообещал что-то сделать хорошее, а он потом этого не сделает. Может ли так быть? И, как я уже сказал, таким образом вы как бы разметите карту, вы разметите карту, где есть поле для обмана вас, вы будете знать, что вот какая-то информация, которую вы получили, даже, знаете как, давайте так, вот это будет относительно надежная информация, как про воду в чайнике, ее всегда будет меньше в жизни, а все остальное вокруг это поле для обмана. То есть про какое-то наименьшее количество информации у вас будет возвращаться ответ, что да нет, практически никак не может быть. То есть вот в чайнике, ну практически по-любому, практически всегда будет вода. Или, ну не знаю, какой еще пример привести. Если я, допустим, только что положил телефон в карман штанов и ощущаю прямо сейчас прямоугольный предмет в кармане, вот плоский, тонкий прямоугольный предмет, ощущаю через ткань. При этом я не в общественном транспорте, где мог орудовать вор-карманник, а я один сейчас дома, стою здесь, и вот с тех пор, как я положил телефон в карман, я никуда не ходил, ничего необычного не происходило. Может ли так быть, что у меня сейчас в кармане нет телефона моего? И опять же, если ну очень сильно потеоретизировать, то как-то это в принципе возможно, но чаще всего, ну как бы в 100 примерно случаях из 100 экспериментов, телефон будет в кармане. Именно мой телефон будет, и никуда он не делся. И вот, получается, вы задаете себе этот вопрос, составляется карта, и вы знаете, что вот это более-менее надежно, вот это более-менее надежно, вот это, вот это, вот это, вот это более-менее надежно, А все остальное, что вы слышите, это почва для обмана. Там могут быть манипуляции, хитрости, скрытости. И всегда нужно быть на чеку. И у вас получается такая вот крепость, где вот тут я более-менее знаю, и это будет очень мало. Очень мало надежной информации о мире, где вы вот здесь более-менее уверены. Все остальное почва для обмана. И вы тогда настороженный, такой новостренный живете, и уже вас обмануть сложней. Это только лишь самая-самая предварительная база того, чем нужно владеть, чтобы научиться хорошо строить логический вывод. В следующем выпуске я продолжу. А сейчас пока потренируйтесь с той информацией, которая у вас имеется. Позадавайте себе вопрос, может ли как-то так случиться, что то, во что я верю, это неправильно. Что это не так. И после такой разминки будет очень уместно продолжать. С вами был Торвальд. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok